привет сейчас я расскажу о таком виде оптимизации как модели и лоды это самый важный вид оптимизации если у вас он не корректен у вас сто процентов будет низкий fps давайте начнем вот с этого это две модели образно статуей да какая думаете из них самая лучшая для игры какая поэтому подойдет больше всего если даже принципе давайте поставлю их пес хотя у меня не просядет особо сильно какая из них я даже немножко могу приблизить вот здесь кстати не смотрите это я что-то нечаянно по удалял какая думать вот у этого парня вроде это пресс есть небольшой у этого уже жирок подрос как бы я я за зеленого а почему все потому что внешне видите они по сути одинаковы никакой разницы между ними нет кроме того что может съесть fps так давайте зайдем статуи зеленую посмотрим что у нее там если мы здесь посмотрим у нас вот здесь вот так как это показать вот здесь в левой части отображается треугольники высоты и как они называются точки да в общем вертекс и ладно пусть будет так треугольников 56 тысяч с копейками и вертексов 35000 это зеленый давайте откроем красный открываем красный треугольников 720 тысяч вертексов почти полтора миллиона и во сколько раз это все может занять как говорится просчет очень много то есть когда вы ищете модели для своей игры вам как минимум надо составлять так скажем вид да то что у вас допустим слишком много треугольников вам необходимо что-то делать с ними просто не каждый владеет трехмерным так скажем пакетом как блендер как 3d max как мая и куча всех остальных видов не каждый может сократить это количество это кстати зеленая модель давайте посмотрим на красную модель ой 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 сейчас у меня зависнет красная модель просто убивает нет ну ладно красным моделем просто может убить жестко ваш компьютер видите здесь я увеличил количество треугольников здесь 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 но просто вот чисто по по натыкал как говорится в некоторых местах и количество треугольников увеличилось в несколько сотен раз то есть это очень глобально может повлиять на вашу игру если вы открываете обычный капу какой-нибудь стул и видите там десять тысяч полигонов как говорится выкидывайте этот стул нафиг потому что он у вас слишком много займет ресурсов компьютера это вот одно да то есть если на как говорится зайти в эту модель здесь у нас есть воды воды это тоже очень хорошая вещь которая нам будет помогать по дистанции так что-то подвис сейчас че-то че-то он лет и перестал мне по дистанции мы можем определять какое количество водов загружать то есть если мы находим в 10 километрах от этой статуи пусть 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 это будет статуя и он компьютер по сути нам загружать все эти треугольники все эти вершины спал на то есть если мы находимся очень очень далеко но он все равно это все грузит и засоряет оперативная память замедляет обработку графически нам обязательно нужны воды здесь есть вот групп и так далее насчет этого мы тоже кстати поговорим ловил архитектура так далее то есть флэйдж ладно это вы можете поискать на официальном сайте посмотреть что и как проводы я уже как-то рассказывал но это просто коротко до водами обязательно нужно пользоваться если мы будем все это делать устанавливать проблем не будет так давайте все это закроем ладно это вот чисто да какие-то мыши представьте что у вас имеется трава так персонаж персонаж у нас сейчас передвинется участие у нас трава трава это по сути тоже такие же штуки как модели давайте зайдем в траву данном на данном лаву или у нас трава одна из самых шикарных да это я все сам быстренько наклепал если посмотреть сюда здесь просто плоские как они называются сплайны если я сейчас переустановлю на дорогую текстуру вот видите они просто крестом я их накидал для того чтобы они отображали как будто бы это что-то в виде травы так ставим обратно еще бы найти и так трава трава скорее всего туда здесь соответственно вы тоже воды проставляете данном случае я выставил флэйдж так как он у нас сидел в траву деревья тоже самое они имеют вершины и так далее да кстати давайте зайдем наш мышь смотрите треугольников 16 вертекс 32 это одна в один вид травы откроем другой вид травы треугольников 70 вертексов 154 причем здесь количество намного меньше да то есть если мы будем устанавливать вот эту штуку у нас этих трав будет по всей плоскости очень много давайте загрузимся так я на 11 уровень прогрузил вдруг вторую траву если еще запущусь так ускорим ся так да ускоримся и переходим на вторую кстати смотрите переход от того уровня и на этот уровень не заметен вообще мы использовали так скажем одну текстуру ландшафта как видите да травы много но у меня fps особо не просядет потому что в зависимости от того насколько мощная видеокарта процессор и так далее настройки стоят медиум так что тоже смотрите я просто выставляю для того чтобы более комика корректно работало все если я выставлю на эпик или синематик у меня сто процента где-то будет подлагивать а так 60-70 fps минимум здесь почему-то 100 но я не знаю возможно 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 я не прав если что пишите в комментариях так еще еще давайте сразу же кроме этих треугольников флодов я расскажу немножко про филейдж это такая штука которую можно тоже регулировать помните мы делали тени которые которые кстати насчет тени да давайте еще вот насчет тени подумаем поговорим от травы тени ну здесь наверное не видно давайте посмотрим выделим эту траву перейдем плеич выделим траву на этом кстати почему то он здесь не отображает количество но видите 29103 здесь видимо заглючила либо я неправильно выбрал материал и еще что-то иногда анрил глючит здесь есть такая штука как тень от травы вот кэст шеду тоже кстати если вам необходимо на ставите если нет убираете потому что для данной травы она особо вообще не нужно то есть здесь мало что заметно я здесь просто сделал то что внизу трава я такая немножко темная и тень практически формируется текстурой давайте сбегаем туда а вот здесь смотрите трава является отдельным сплайном у которого еще и тень формируется то есть представьте что каждый а вот кстати загрузка нашего света идет под травой то есть зачем нам грузить всю траву тенями и так далее да вы можете перейти плеич выключить у травы освещение точнее тени также проходите сюда вниз instant settings cast shadow все выключили да она выглядит намного ужаснее просто ужасно но в данном случае я в материале здесь еще выставил specviewer 0 возможно это что-то повлияет давайте выставим 06 какой-нибудь чтобы еще свет немножко брался так ну да вот чуть-чуть изменила все-таки вероятность но точнее красивость хотите траву более сочнее пожалуйста выключайте и получается такая яркая трава так давайте выключим убирать тени в определенных то есть мы на нашем солнце так надо перейти на уровень главный потому что солнце там находится так так и выйти из фолиэйч кстати кстати я сейчас типа стримлю так смотрите как мы делали да все то же самое кстати здесь distance не установлен я видимо выключал его так что здесь видимо от травы и собственное идет дистанция сейчас посмотрим как минимум по шеду я не вижу дистанции окей давайте еще другой момент оптимизации с травой все таки посмотрим это такая штука как размещение травы вокруг персонажа смотрите есть такое instant setting настройках наших трав как call distance давайте выставим минимально что-нибудь я не знаю 500 и вы видите что вокруг допустим камеры персонажа да то есть это образуется вот такой определенный радиус но если мы запустим персонажа вокруг есть трава он бежит она появляется это не совсем красиво из-за этого нам необходимо прописывать более менее дальние дистанции давайте выпишем в районе 25000 дальше 25000 мы при нормальных изогнутых ландшафтах особо не увидим все зависит конечно от ландшафта то есть если у нас будет чисто прямой мы это увидим да вот но вдалеке там прогружается немножко насчет пикселизации особо это не смотрите это у меня текстура просто ужасная обычная списка поискового здесь у нас не прогружается то есть я сделал только на одну текстуру точнее на одну траву давайте выставим и сюда тоже так не две с половиной тысячи 25000 представьте что у вас мир очень большой и во всем мире прогружать траву если даже streaming level у вас есть то прогружать во всем уровне траву тоже будет затратно вот особенно прямая да вот вы видите что там вдалеке нет то есть вы видите максимум 15000 дистанции но если так вот так вот так где нибудь камеру поднимите это вот там прогрузилась наша другая часть уровня там уровень прогрузился естественно я траву там не ставлю я просто вот только вот эти на уровень 1 уровень 11 выставил вот такие вот пироги друзья пишите в комментариях чтобы вы еще поставили мне очень интересно может быть я что-то пропустил до скорой встречи пока